здравствуй дорогой зритель данное видео наверное будет находиться в разделе моего канала что-нибудь вроде лайфхак даже не знаю какое название сделать этому разделу но вот данный момент я пытаюсь доехать до гибдд на варшавском шоссе для того чтобы получить международное водительское удостоверение заказал я получение международного водительского удостоверения через портал госуслуг передал туда всю необходимую информацию и в данный момент предварительно мне необходимо с собой привести фотографию 35 на 45 а мой гражданский паспорт и мое водительское удостоверение внутренне заявление которое там надо написать опять же по идее находится уже там его мне писать будет не нужно надеюсь во всяком случае и надо оплатить госпошлину госпошлина составляет 1900 рублей очень жаль что не получилось его оплатить предварительно не знаю по какой причине и самое смешное заключается в том то что меня нету наличных и вот очень большой вопрос как мне это там делать будет ли там аппарат какой-то который будет принимать карты или мне придется бегать искать сбербанк или я заеду по пути какой-нибудь там банкомат помучаю большой вопрос откуда ты лезешь вот дурилки какие-то прям вот вылез на пол дороги и морду смотрит снесу я ему бочину или не снесу ну ты либо вылезай либо уж блин уходи отсюда вот значит для чего нужно международное водительское удостоверение оно нужно для того чтобы находясь за границей вы без проблем могли брать автомобиль прокат и абсолютно законно на нем кататься потому что есть страны где наша внутренняя российской не действует до международной прийти должно действовать собственно посмотрим что она из себя представляет 21 минут не показывает еще езды опозданием получается на полчаса я приеду вот тебе пол четвертого не помню я почему именно варшавское шоссе я выбрал для того чтобы получать международное водительское удостоверение раз выбрал надо ехать очень я все-таки надеюсь что меня не отправят домой со словами вы на какое время записывались вы опоздали так ну что пойдемте вот собственно говоря как неказистенько выглядит наше здание куда нам надо водителям абсолютно безразлично что я иду по пешеходного перехода но благо не обрызгали воскресенье у них считается почему-то выходным днем проход тяжеловат но есть здравствуйте я вот немножко опоздал мне на 3 часа должно было быть это страшно нет что нужно вам дать международное отправили меня через дорогу оплачивать госпошлину все таки вот немножко на госуслугах что плохо то что квитанцию заранее не дают на оплату есть бы давали заранее квитанцию на оплату было бы гораздо конечно удобнее было бы еще удобнее если у них внутри был бы для оплаты терминал но вроде как люди ругались на большую комиссию поэтому их везде поубирали вот кто эти люди врага вам болт разница комиссию не ну не нравится комиссии в сбер оплате нет все теперь нигде терминалов нет очень хорошо я бы сказал великолепно вот терминальчик поганенький карты не принимает отправили в больницу да поэтому ребят если вы едете сюда ну и даже если вы едете не сюда то ну имейте с собой деньги дает вопрос как туда попасть вообще это нехорошо да и надо прокатиться на машине если я прокатились на машине меня . не обпусть не обрызгают но на машине как-то лениво вроде недалеко пойду все таки пешком супер секретная военная часть наверно хорошо в деревне летом как говорится банкомат у них не работает чешем назад садимся машину едем в банкоматом внутри находится два терминала один из который берет комиссию 100 рублей 2 берет комиссию 300 рублей да по этой причине я вам сейчас видео добавлю реквизиты для оплаты международного водительского удостоверения ну как минимум в этом отделении уж не знаю там мрэл гибдд или как это называть не знаю оплатил идем назад у меня дежавю кстати тут не один банкомат не работает все здесь ужасно в этом отношении хотя вот внутри поставить банкомат сбербанка но было бы хорошо с возможностью оплаты было бы ну совсем супер так первое отделение по экзаменационной работе бла 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 блу блу и так быстренько очень даже быстренько вклеили они там фотографию записали зачем-то мой мобильный телефон и выдали мне международное водительское удостоверение сейчас доеду до дома сделаю фотография хотя мы с вами еще по дороге поболтаем ребят узнаете мне очень даже понравилось вот сейчас времени 4 часа 23 минуты да мы понимаем то что я приехал сюда пол четвертого приехал сюда в пол четвертого я был полностью не готов да у меня не было оплаченной госпошлины собственно говоря я бегал искал банкомат для того что у меня были наличные деньги для того что я оплатил госпошлину вы если едете сюда можете использовать реквизиты которые я прикладываю ну вот на данный момент они актуальны на всякий случай я думаю лучше конечно посмотреть их не актуальность потому что вдруг видео будет там жить десятилетия ну или просто в следующем году реквизиты поменяются уточните то есть вот мне дали вот этим госпошлина сейчас за международного водительского удостоверения составляет одну 1600 рублей 2 очень важный нюанс максимальный срок действия международного водительского удостоверения три года но если ваш внутренний водительского удостоверения заканчивается раньше чем эти три года то международная не может действовать дольше чем ваша внутренняя такая вот у них фишка мулька прикол не знаю как правильно назвать вот очень долго я бегал быстренько зашел от меня попросили следующие вещи а а написать мое имя и фамилию как она пишется в заграничном паспорт потому что гражданский паспорт внутренне опять же за границей не будет действовать и если у вас написание да вот меня зовут михаил да по нынешним нормам в загранпаспорте это написано как миг хаил да раньше это могли написать и просто миг хаил вот поэтому очень важно да посмотрите как у вас написано в загранпаспорте чтобы ну не получилось того что там заграничный инспектор прям вот будет иметь возможность пристать а чё это у вас так а не это ну а не знаю иностранного языка но это будет совсем тяжело вот в остальном ну все мило все легко все просто обязательно регистрируйтесь на портале госуслуг там очень большое количество разных разнообразных услуг тавтологии конечно да то есть но вы в электронном виде можете запросить потом вам останется приехать получить следующее что я хочу получить через госуслуги намереваюсь точно да это а у меня заканчивается внутреннее водительское удостоверение и помимо прочего у меня есть желание получить разрешение на охотничье оружие да я все это дело хочу подать через госуслуги по идее это очень хорошо экономит время потому что их сильно а та та если они сроки регламентируемые нарушают и вот зачастую они прям вот глядя сквозь пальцы на многие вещи тебя пропускают может быть какие-то еще там вещи интересуют ну напишите задайте вопрос стараюсь ответить целом очень 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 понравилось еще раз повторюсь и что немаловажно на госуслугах вы можете сделать следующее если вы там зарегистрированы в обязательном порядке поставьте себе уведомление о официальных письмах то есть когда вам что-то будет приходить на почту вместо того чтобы идти за этим письмом вам все это дело будут превращать в электронный вид и отправлять вам на электронную почту на гораздо удобнее чем гулять на почту за заказным письмом это касаемо 1 касаемо 2 регулярно поглядывайте заходить под своим логином на госуслуги и там вы сможете отслеживать не появились ли штрафы на ваше водительское удостоверение либо госномер вашего автомобиля который вы там указать не появилась ли какая-либо судебная задолженность да то есть вполне возможно кто-то с вами судился за что-то выиграл в об этом не знали да и все дело уже ушло приставом чтобы не получилось беды отслеживайте это на портале госуслуг и ваши налоги опять же через портал госуслуг вы можете посмотреть сколько за вами задолженность по налогам это очень удобно а ну также вы можете зайти посмотреть начисления от вашего работодателя в пенсионный фонд посмотреть платят ли вас за вас работодатель все это дело засим я думаю это видео надо заканчивать надо подумать как назвать этот раздел ну и собственно говорят какие-то такие плюшки ну для нас во всяком случае актуальны для москвичей да я буду здесь выкладывать хотя госуслуги они точно так же актуальны и для всех остальных регионов нашей страны очень хорошо очень удобно мне очень нравится всем всего до скорых встреч